Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий! И сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием ПВЗ-2. Сегодня у нас с вами большие планы, наконец-то мы с вами получим горошковую лозу, да? Пожалуй, называется это так, растение, друзья, поэтому не забывайте клацать на лайк, не забывайте клацать на подписочку, ведь именно от вас зависит выход в следующей серии, дорогие друзья. Не забывайте поддерживать. Ну, а мы тем временем, слушайте, кстати, прикол деск, я бы сказал, костюмчик, видите, он в стиле охотников за привидениями, мне нравится, давайте возьмем, прикольно выглядит вообще, почему бы и нет. Да, и тем временем отправляемся с вами на арену, друзья, вместе с вами я сейчас получу эту лозу и, в принципе, нам осталось два боя на арене выиграть, чтобы ее получить. Как видите, арена у нас жестенькая, я выиграл 12 боев, а нет, даже получается 14 боев я выиграл, но до первого места, как бы, ну, это где-то 60 боев надо выиграть, чтобы получить первое место. В любом случае, для меня это не главное, для меня главное получить лозу, этим мы сегодня с вами и займемся. Итак, есть у меня острота, которая просто всегда позволяет набивать больше 20 лямов, как минимум, вот она. А при хорошем раскладе можно даже и до 30-точки махнуть. Можно попробовать сегодня это сделать, я надеюсь, что что-то из этого получится. Итак, давайте сюда проставим, вот так вот, и сразу лет срок. Нам, в принципе, долго ждать не нужно, просто проставляемся. Важный момент, микромомент, который нужно сделать в первые секунды, смотрите. Сейчас пока сделать ничего не можем, он прогружается, и вот сейчас сразу делаем вот так. Отлично, видите? То есть он зафокусил наш пенек, сейчас мы могли его потерять, но не потеряли. Все замечательно. Продолжаем работать, нам, в принципе, теперь нужно проставлять три стрельчика. Сразу ультуем, друзья, нам здесь вообще нет смысла долго ждать. Ультуем, как только есть возможность, потому что у нас ульта всегда зареспавнится, поэтому мы просто с вами проставляемся и ультуем, проставляемся и ультуем. план примерно таков. Все, в принципе, у нас с вами уже почти полностью стрела доделано. Стрелой я называю вот это вот ультоместо, скажем так. Вот, оно почти полностью готово, и нам останется дальше уже прокачивать непосредственно. Кстати, довольно долго бог, наконец-то ульта выпала, довольно долго просто не падала. Остается теперь банально как бы расставлять просто по полю, то есть не париться, просто везде вот сюда можно проставить, вот сюда поставим. Для чего? Очень просто. Вот для вот этого. У нас есть с вами прекрасная горошковая мята, которая работает как ульта, но в некотором смысле, возможно, даже и посильнее. Я точно даже и не знаю, если честно, что выдает больше дэмэдж. Ульта вот-то через все вот эти, ну, через стрелу, короче, либо же через горошковую мяту. Это мне неизвестно, кто в курсе, ребят, пишите. Я только забыл. Можно инферно сюда поставить просто, так сказать, для фана, почему бы и нет. Сюда поставим стрел, сюда продолжаем ставить этим. Лозу нашу. Лоза ставится на, точнее, под любое растение. И плюс в том, что оно еще и бафает горошковые растения, которые стоят над этой лозой, если вы поняли, что я имею в виду. Так что здесь у нас с вами, кстати говоря, хочу заметить, что противник у нас не слабый, довольно хороший соперник. Набивает довольно много очков. Ну, мы сейчас ведем, но буквально на лямчик, ребят. Поэтому, в принципе, здесь надо стараться, потому что шанс на проигрыш на самом-то деле имеется. Может быть, не особо большой, конечно, но, тем не менее, он все же есть. Так, три стрелы продолжаем ставить. Это ставим. Ультуем, соответственно, потому что у нас уже три было. Нам надо обязательно стараться держать, чтобы было, ну, хотя бы меньше. Отличненько, пятнадцать лямов мы уже опережаем на четыре миллиона. Это уже хороший результат. Соответственно, у соперника сейчас шансов все меньше и меньше. Так, отлично. Поле у нас, в принципе, заставлено. Семнадцать миллионов имеется. Прекрасно. Ну, че сказать? Я думаю, что, ну, двадцаточку-то мы, конечно, делаем. Я, как и сказал, двадцатку сделать это как-то святое дело, в принципе, проще простого. А вот тридцаточку я боюсь, что мы все-таки с вами не дотянем. Остается двадцать секунд, ребят. Да, скорее всего, вряд ли. Тридцать лямов, это уже как бы много. Это уже как бы дофигища, я бы даже сказал. Поэтому вряд ли у нас такое получится сделать. Но двадцать три. Я даже думаю, да, двадцать пять сделали. Нормально. В принципе, больше уже вряд ли получится. Но все равно результат, я считаю, что неплохой. Двадцать шесть семьсот. Почти двадцать семь миллионов, ребят. Ну, я считаю, что это нормальная тема. Очень даже неплохая. Шесть пиньят получаем в нагрузку. Давайте посмотрим, что выпадет. Ооо, горошек, репитер, здорово. Нормально. Три стрельчика. Замечательно. Блин, вот чуть-чуть не хватает до шестого уровня. Было бы вообще топ. Праймл Пишутер тоже неплохой горошек. Спасибо, босс. Ну, с этого редиска, который я не использую вообще ни разу. Да как и Ред Стингер, в принципе, тоже. Они у меня на минимальных уровнях. Вообще не юзаю. Ооо, поторчут. Но, как бы, до шестого уровня тут еще сто восемьдесят, поэтому, да. Немножко бесполезно, но три стрел в качале чуть-чуть, к сожалению, прокачать его не получится, но все равно неплохо. Итак. Ну что ж, финальный бой, друзья, он сложный и самый, как говорится. Давайте посмотрим, что у нас с вами получится на этот раз. Берем стандартную страточку. Рабочая. Рабочая острота, которая, в принципе, вопросов не вызывает. Делаем вот так, делаем вот так. Это для начала. Let's rock. Все. Теперь нам надо дождаться, опять же, ключевого момента в первую секунду, чтобы сразу же ультануть, чтобы он не мог загасить наших... Опа, опа. Видите? Погнал на нас. Он хотел на нас погнать, но не получилось у чувачелика. Хорошо. Хорошо. Это очень даже замечательно. Я бы даже сказал. Так. Ну что, я бы, наверное, сразу мяту бы юзанул, если честно, просто потому что хочу, чтобы она начала откатываться. Чем быстрее начнет откатываться, тем, соответственно, быстрее мы ее с вами сможем поставить во второй раз. Так что это вариант нормалдесный. Так. Все. Дальше с вами продолжаем все ставить. Не забываем ультовать, конечно же. Я бы очень хотел набить 30 лямов. Ребята, честно, вот признаюсь, очень бы мне хотелось это сделать. Потому что ну, я пока еще ни разу не набивал 30. Вот 27, 28, да, это как бы возможно. 30 еще не набивал ни разу. Но очень почему. Так. Нормас. Ну, инферно можно, опять же, поставить как бы для рофла. Почему бы и нет. Не забываем ультовать по максимуму. Мы как бы опережаем соперника просто более чем. То есть, насчет соперника я здесь не переживаю нисколечко. Но вот 30 лямов это у меня прям не сбывшаяся такая мечта, которую я очень хочу, чтобы она сбылась. Поэтому будем стараться. Я думаю, будем стараться. Так. У меня очень много ульты. Надо чаще ультовать. Тоже такой вот моментик. Давайте, наверное, еще в инферно ультану. Разок. Я не знаю. Я не думаю, конечно, что это как-то нам поможет. Но просто так, так сказать, для рофлингования мы это с вами сделаем. Сюда вкидываем. Сюда ставим. 7,5 уже имеется. Нот бет. Давайте сразу ультанем. У нас здесь еще один листочек прилетает. Так. И у нас почти готова мята горошковая. Мы ее тоже сейчас с удовольствием сразу же ставим. Она первого уровня. Она не особо сильная. Я это прекрасно понимаю. Но она действительно неплохо выдает. Вместо ульта, так сказать. Очень даже неплохой делает результат. Так. Нормально. 12 лямов уже есть. В два раза больше, чем у нашего соперника. Попрошу обратить внимание. Но я думаю, что все-таки вряд ли. Хотя, слушайте, может быть, если мы сейчас даже ускоримся как-нибудь. Мне нравится такая тема, что у нас осталась еще минута и у нас уже есть 15 лямов. Половина от того, что я хочу. Maybe. Maybe. Это как раз тот момент, который я так долго ждал. Сейчас посмотрим. Так. Продолжаем. Блин, я ультанул не туда, куда хотел. Ну ладно, Инферно вроде бы тоже добил нашего соперника. Окей. 19 лямов есть. И у нас осталось всего лишь... А что я могу вкинуться? Я уже ничего не могу здесь вкинуть. На самом-то деле. 10 лямов нам осталось. Но у нас не хватает ульты. Я, конечно же, вкину сейчас еще мятушку. Ну, 22 ляма. Не, ребят, я думаю, что вряд ли мы осилим с вами. 22 ляма, это маловато. 23. Ну, типа 25, я думаю, да, мы с вами делаем. Но, скорее всего, 25. Ну, и что? 26. Успеваем? Нет? Не, не успели. Был шанс, короче, сделать, потому что, видите, у него здесь хп оставалась вообще полная фигня. Нам бы присыпало дополнительных очков, но... Не вышло 27 лимонов пока мой рекордик. Ну, и, друзья, открывается наше любимое новое растение. Пивай. Это растение, которое даст нам доступ к горошковой лазе. Ну, что ж, предлагаю затестить, раз уж такое дело, давайте посмотрим, что у нас с вами есть. Предлагаю отправиться в погоню за Пенни. Здесь самые лучшие варианты для тестирования сейчас просто идеальные. Поэтому, предлагаю посмотреть, что же нам здесь будет дано. Так, Старфрут. Давайте за Старфрут посражаемся, в принципе, на втором уровне сложности. Будет любопытно посмотреть, что здесь. Так, ну, давай. Что у нас в погоне за Пенни? Погоня за Пенни это всегда очень сложные уровни, друзья. Поэтому, не гарантирую, что я смогу затащить. Выживи 3 минуты, задания. Так, дает один Халапеня каждый 25 секунд. Так, очки мне не нужны. Гипотезирует зомбаков. Давайте, наверное, возьму защиту. Обычно, это все-таки больше всего мне помогает. О май горе был. О май горе был. Ну, ладно. Смотрите, причем, Каули Пауэр здесь. Ага, и здесь еще и солнышко не даст... Блин, я понял, в чем прикол. Это задание на солнышке. Блин, здесь Каули Пауэр не работает. Ну и подстава, конечно. И блюбери не работает. Че? Ладно, окей. Ну, давайте попробуем затащить тогда на горошках. Че мне остается? В принципе, давайте попробуем. Такс, я думаю взять вот этого товарища. Я думаю взять наверное кого? Ну, наверное, вот этого товарища возьмем. Или вот этого. Давайте лучше вот этого. Возьмем пожалуй вот этого на всякий. Возьмем вот это. Возьмем вот это. И, наверное, возьмем еще вот это. Мне кажется, это может сработать. У нас с вами неплохое количество демеджа. Неплохой взрывной урон есть. Единственный минус у нас с вами не остается такая. Вообще никакие солнышки не могу взять. Грибы тоже, да? Да. Санбин тоже не могу. Да, тоже не могу. Ну, что ж. Ладно, защиту я не беру, друзья. Давайте попробуем так затащить. Не знаю, что из этого выйдет, но я буду стараться. И я не взял пивайн. Что же я за такой-то... Сейчас, переиграю. Брался в бой, блин, и не взял то единственное растение, ради которого сегодняшнее видео есть, которое как раз таки и должны мы затестить с вами. Я немного переставил наши, собственно говоря, Эти растения Надеюсь, что все будет работать Поехали Выставляем сразу этих чувачков Выставляем сразу вот этих чувачков Я думаю выставить, наверное, куда-нибудь сюда Вот этих чувачков Вот так вот, хорошо Также, блин, тут, кстати, довольно много Солнце нам дается, я не знаю Можно сделать довольно неплохую оборону Давайте попробуем Давайте попробуем Вот так вот делаем Окей И, наверное, сделаем вот так вот Думаю, хороший вариант И последний заход Это вот У меня уже здесь не хватает Ну, ладно Давайте, наверное, я оставлю на два пенька Если вдруг кто-то пеньки поломает Чтобы у меня были варики как-то от этого отыграть Так, здесь много надо будет микрить, ребят Чтобы я мог взрывать соперников Вот таким вот образом Поэтому буду стараться Вот, видите, футболисты, как много их бежит, блин Они же, как бы, это самое Могут ваншотнуть Мой пенек И это будет вообще Ага, ага Вот он чуть Блин, слушайте Футболистов реально дофигища просто Просто дофигища Камон, он уже уничтожил Уничтожил один пенек Ё-моё Так, давай, ладно Вот так сделаем Нормас Так, нам нужно больше, больше взрывных этих Оп, я успел Успел И отлично Нам еще защиту дали Замечательно Слушайте, на самом деле Это просто капец какой-то Если честно Футболистов здесь просто Овер дофига И мне основная надежда Как бы остается на Мои На мой дэмэдж Который у меня, в принципе Довольно неплохой, я бы сказал Но, тем не менее Все равно довольно опасно Так, я выставлю по максимуму эти шарики Для того, чтобы футболисты об них взрывались Ну, кстати, я бы сказал Что пока что Все получается довольно неплохо Может быть, конечно Можно было и лучше это все сделать Но, не знаю Блин, у меня один ульт Давайте я, наверное, его использую Потому что здесь что-то начинается уже такое Не очень приятно А грипп судьбы Это все-таки вещь неплохая Такс Давайте, наверное, вот так Сейчас Ждем пока Не, не буду пока ультовать Пока ждем Такс, нужно не забывать Использовать шарики Это как бы очень важный момент Который нам очень сильно помогает Пекс Вроде бы подрываю Периодически Вроде бы подрываю Так, мне нужно вот сюда вкинуть Вот сюда вкидываем Такс, давайте, наверное Пора Пора Погнали Отлично Хорошо Вот это Найсовая тема Я даже думаю Что скорее всего Я использую ульт А, у меня ульты уже и нету Все, беру свои слова обратно Ульту я не использую В ближайшее время Я просто думал о том Чтобы ультануть В Мяту Я думаю, что это Офигенно бы зашло Слушайте, на самом деле Вот эта лоза наша Мне кажется Она делает импакт Причем хороший Причем Ну действительно Нифиговенький Такой импакт Успел Успел Укосил Мне бы мяту Сейчас, конечно Ладно, давайте Вот эту используем Все, наша оборона Начинает прорываться Ребят Наша оборона Прорывается Очень это К сожалению Неприятно Но Блин, мне срочно Нужно увидеть Такс Не хочу использовать Кстати У нас откуда-то Падают эти солнышки Я вот Не заметил этого По факту Падают Они откуда-то Добавляются Я этого действительно Не видел Ай, блин Как же мне нужна мята Конечно, есть варики В принципе, у нас с вами Еще и Эти есть Что ж делать Что ж делать У нас с вами Еще и газонокосилки 10 секунд Всего осталось Блин, мне Так сильно Нужна мята Мы еще можем Затащить Без Единой газонокосилки Ай, блин Мята, мята Ладно, все Уже не успеваем Ее поставить Но Пивайн Справились Просто замечательно Они реально Сдерживали Очень хорошо Натиск И я считаю Что вышло Очень даже Нотбет Вполне себе Так С 15 этих Блин Ну, я думаю Что это будет Хардово Конечно За 15 сражаться Но давайте попробуем Ладно Давайте попробуем 15 старфрутов Это слишком Серьезная Такая Серьезный Соблазн Для того Чтобы Так сказать Не поучаствовать В этом всем Сейчас Сколько стоит Добавить еще Один перк 5 бриллиантов В принципе В принципе У меня бриллиантов Дофига Давайте Фиг с ним 15 старфрутов Того стоит Ребята 10 бриллиантов Да, как бы Блин У меня тут еще К сожалению Офигенский скин У меня К сожалению Нет выбора Чем Где вообще Ставить Поэтому Ставлю то Что есть Понятное дело Но окей Ладно Давайте тогда ускорим В принципе Я надеялся Что у меня будет Еще вариант Как бы Затестить Блин Слушайте Эти зомби Такие жирные На этом третьем уровне Это просто капец Халапени запустился Как бы Да, это здорово Но как бы Не очень вовремя Я бы сказал Так Окей Ага Даже деды Не ваншотятся Если что Держу в курсе Офигенно Офигенно Да Окей Ладно Давайте Ставлю Используем Сюда Слушайте Ну то что Деды Не ваншотятся Это прям Очень неприятно Я вам честно Скажу Прям капец Как неприятно Так Ставлю Вкидываем Я пытаюсь Конечно Хоть как-то Реализовывать Но ХП У чуваков Просто капец Просто капец Да Ребят Я думаю Что здесь Как бы Тяжело Выиграть будет Если честно Мягко говоря Ну вы сами видите Капец Зомби здесь сильны Блин Здесь нужно более прокаченные растения Ребят Вообще Здесь Без вариантов Я к сожалению Не смогу ничего здесь Противопоставить Просто потому что Ну вы видите Их сносят Я Ну у меня они Недостаточно прокачены Чтобы я мог Как бы Хоть что-то сделать Конечно Пока только Одна Линия сломана Как бы На этом Мы можем попытаться Что-то сделать Блин Может быть Если я уж потратил бриллиант И потратить еще и голду На этом В принципе Могу себе Наверное Позволить Офигеть Это даже Не помогло Просто Жесть Лол Ребят Ну типа Джи-джи Че Че я могу сказать Джи-джи А тут реально Без вариантов Что я могу сделать Капец Я в шоке Если честно Ладно Понятно Окей Так Ну че Не Ну тут вообще Типа Я не знаю Я могу конечно Все потратить Но у меня Ну да Типа все У меня денег больше нет Здесь невозможно было Затащить Просто зря Даже деньги потратил Потому что Посмотрите Сколько здесь дедов Они освобождают Путь к этим чувакам Ну и тут как бы Уже да Тут как бы Уже все Решено Я так понимаю Давайте я сюда поставлю Конечно тоже Я не знаю Здесь вряд ли есть вариант Ребят Не сдаюсь до последнего Понимаю что Конечно вряд ли Здесь что-то получится Но хочется Постараться Затащить Так Давайте наверное Вот так попробуем Сделать Вот так Еще Окей Мы Халапенья Сработало Раз в жизни Конечно Но хотя бы так Блин К сожалению К сожалению Шансов нет Друзья К сожалению Нет Почти Почти Получилось Но Слишком Жесткий Зомби Слишком Непрокаченные Растения К моему великому Сожалению Ну что друзья Я думаю что на этом Буду заканчивать Потому что все таки Самое главное Мы с вами сделали А именно Получили Лазу Поэтому Если вы хотите Увидеть следующую серию Как можно скорее Не забывайте Клацать на лайк Подписываться на канал И конечно Писать ваши Интереснейшие комментарии С вами же Болчинацки Увидимся уже Совсем скоро В новом видео До скорой встречи Дорогие друзья И Пока Пока А самое главное Дорогие друзья Хочу сказать Большое Спасибо Красавчикам Которые поддержат Меня с помощью Спонсорской подписки Дорогие друзья Эти ники на экранах Запомните их И присоединяйтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok